Так, ну что, хотели мой обычный день? Получайте. На улице 8 утра, я уже успел попить кофе. Грядки? Это если к вопросу, чем я занимаюсь, когда не строю. Кстати, на пасеке в ближайшее время я буду делить пчел. Для тех, кто хочет начать свой стартап или хотя бы как-то там изучить, что, собственно говоря, происходит на пчеловодческой ферме, вы сегодня это увидите. Уже несколько часов, с минуты на минуту обещают отключить электричество. Я ждал, но решил, что ждать уже нет смысла и начал работу. В общем, друзья, был вопрос по поводу шафты. Она у нас здесь и она у нас здесь. По этим шафтам будет проходить вентиляция, по ним же будет проходить наш сброс белья, этот технический лифт. Но это пока все в мечтах и думках. Сейчас я забросаю раствором комнату и мы уходим с вами работать в подвал. Ну, что сказать, собственно говоря, власти не обманули. Ну, поэтому едем на пасеку. Разбираем вещи. Я вам сейчас покажу матку. Сейчас покажу трутни, покажу все, что вы, короче, никогда даже не видели, наверное. А может и видели. Ну, вот наша пасека. Друзья, знакомьтесь, святая святых. То место, куда не каждый еще и, собственно говоря, заходил. Наши великие пчеловоды. Это мой папа, помощник. Сегодня он не особо будет в кадры попадать, потому что не любит он вот эти все масс-медиа. Извиняйте, его вы не увидите. Зато увидите много раз меня и увидите наших пчелок. Будем делить пчел на пол лета. Вам пригодится, если вы вдруг когда-нибудь решите заняться пчеловодством. Ребят, как вы поняли, главная задача в делении это найти матку. Я вам ее сейчас покажу. Смотрите. Вот она маточка, а вокруг нее идет свита. Видите, она отличается от остальных пчел. И вот теперь наша задача матку отделить от основной семьи на пол лета. Мы ее ставим и матке даем три рамки. А основной семье четыре. Вот и вся задача. О, я весь мокрый уже. Ну что, первое уле у нас, можно сказать, готово. Ну, матка на меде никогда не сидит. Но проверить я это должен. Нет, здесь матки нет. Она обычно сидит на одной девочке. О, мед. Ну, это прошлогодний мед. Пчелы его сейчас съедят весь. А вон пчелка выходит, смотрите. Вон. Видите, пчелка выходит. Выгрызает сейчас крышечку и вылазит потихоньку. Сколько вам нужно секунд, чтобы найти матку? Давайте. Левый угол, правый угол, левый нижний или правый нижний. А матка сейчас уверенно движется к середине нашей рамки. Прям к середине. Ну, я думаю, вы ее уже увидели. Все, это оставляем в правой улей. Пока нет света, решил прибраться в доме. И оказалось, что у меня очень много мусора. Прям, прям хорошо. Ну, а также, будем честными, финансов не совсем хватает на то, чтобы строить. Поэтому это еще будет дополнительная подспорья к строительному нашему процессу. Еду и сам так над собой смеюсь. Бизнес, бизнес, стартап, блин. Зарабатываем деньги на стройку. Серьезно. Сам не ожидал, что такое количество металла у меня просто найдется на стройке. Все время где-то что-то валялось, какие-то мелочи там. Но я больше за детей волновался на самом деле. Потому что они там бегают, а это все торчит где-то остро. Я уже несколько раз сам ранился об этом. А так сейчас будет все круто. Сейчас как раз вернемся, свет включат, начнем штукатурить. Тоже хорошо. Здрасте. Мне сказали на весы посмотреть. 2,050. У вас паспорт есть? 2,050, конечно. 2,050. Заработали немного денег. Прикольно. Только что вернулся к очередной футболке, к той же, с которой начинал. И они у меня периодически циркулируют между друг другом, потому что они прям вымокают сразу. Друзья, сегодня я на психозе, у меня нифига не клеится. Я накидываю на стену, все хорошо. И потом просто сходит большим слоем. Ну, то есть, бухтит. Осталось докидать две стены и начнем делать уже ювелирочку. Самое приятное. То есть, заглаживать вот эти все неровности и поднимать это все правилом. Хочу сказать, что в идеале, конечно, лучше пользоваться составами, смесями специальными. Но они стоят так дорого. Если посчитать, сколько у меня ушло на эти два этажа, первый и второй, это получится тысяч на 120, наверное, на 150 только смеси. Потому что ее уходит просто нереально много. Поэтому пришлось вот заменить вот на такой вариант. То есть, по сути, на пеноблок наносить цементно-песчаный раствор запрещено. Потому что пористая структура пеноблока и их неоднородность... Нет, даже не так. Наверное, правильным было бы сказать, что их разная рыхлость материалов приводит к тому, что пеноблок отторгает цементно-песчаную штукатурку. Но, как я и говорил раньше, я сделал финт ушами. Я, в общем, нанес сюда клей и вклеил сетку. Простую малярную сетку. Тем самым я сделал как бы бетонный слой поверх пеноблочного. То есть, тем самым обманув пеноблок. Ну и получилось вот то, что получилось. Уже второй год, кстати, цементно-песчаный раствор не любит зимовать без отопления. Наш дом зимовал и довольно-таки успешно. То есть, трещин особо-то и нет. Поэтому у нас с вами остался последний процесс. Сейчас все заравниваем. И, в принципе, можно так и оставить. Потому что заглаживать в идеалку смысла особого нет, так как здесь будет кафель. Все, выравниваем и все. Пойдемте, покажу. Возникла серьезнейшая задача у нас с сыном. Сделать качелю, которая будет как? На века. Вот, качеля на века. И делать мы ее будем прямо в доме. У них была качеля из веревки. Вы часто видели ее в выпусках наших, но не видели качелю на века. У веревки была одна большая проблема. Когда они качались, она постиралась. И я боялся, что она может просто оторваться. И ребята, ну, рухнут. У меня была там даже запасная подвязка для того, чтобы, если та порвется, они повисли на страховке. Сейчас я решил сделать, короче, все классно, чтобы это было надолго, навсегда, на века. Бурю отверстия, их будет пять. В общем, наблюдайте, что будет дальше. Смотрите. Ну, это шпильки. Они будут держать, блин, вот этот. А на него я наварю всю конструкцию. Для чего все это было изобретено? Ну, первое, это безопасность. А вторая, главная тема, это то, что потолки у нас будут опускаться потом по уровню. И чтобы качеля начиналась не от самого потолка, а от какого-то другого горизонта. Чтобы сам потолок не испортить. Поэтому вот такой вариант. Для цепуры я не нашел ничего лучше старой советской цепочки. Вот в эту трубу она будет вариваться. Нормальный вариант, да? Это будет страховка, а это основная. Потому что без страховки никуда. 20 сантиметров у нас будет нижний уровень двухъярусного потолка. А верхний где-то на сантиметрах на 12. Поэтому отсюда пойдет крючок. Прямо выходить будет из гипсокартона. Теперь просто детальку вставляем. Косынки, чтобы наша труба никуда не делась. Ну, в принципе, получилось как я и хотел. Как и было задумано. Но! Небольшой момент. Сейчас я просто сделаю качелю, чтобы детям было весело качаться. Проверю ее на себе, разумеется. Но в дальнейшем, уже буквально скоро мы с вами сделаем классную качелю, которая будет называться качеля-капля. Вот. Этим проектом я обязательно займусь. И вы это все увидите. Для тех, кто хочет посмотреть примерно, для тех, кому интересно вообще, какие качели бывают, вот по этой ссылке есть видосик, когда мы сделали шезлонг подвесной. Классная штука. Там две части и ссылки есть на все. Посмотрите. Делаем веревку, страховку и пробуем качаться. Делаем веревку, страховку и пробуем качаться. Все помнят, что у нас полы будут подниматься еще на 15 сантиметров. Ничего неэстетичного я не сделал. Для того, чтобы пятой точке было удобно, мы используем вот такую замечательную штуку. Ну а чтобы во время качания она вдруг не раскололась и ты не оказался на полу, я страхую это старым алмазным диском по бетону. Все просто. Высота какая есть? Нет, ну где-то вот. Выше? Никита, тебе как? Удобно? Нет, вполне. Вот так? Куда? Все. Надо учитывать мнение всех. Нормально. Что, высоко? Сесть нормально. Ну, понятное дело, что детей я не могу допустить до качания, пока не проверю все сам. Мы закончили работу! Ну, давай еще. Проверяем. Ну, давай еще. Все, кто первый. Я! Я! Я тоже хочу. Ну, как я еще раз, еще раз сделаю акцент на то, что в дальнейшем эта качеля будет у нас, ну, более интересно, это будет качеля-капля. Пока детям просто, но они балдеют, им нравится, мне кажется, еще вот такую рядом делать, чтобы они не ссорились, потому что они спорят из-за нее постоянно. Ну, теперь это стало качественно, теперь это безопасно, по моему мнению. Ну, напишите в комментариях, что вы считаете, друзья. День прошел, у нас сегодня просто шикарно. Ва, тут такая влажность стоит. Я хочу сказать, что это уже готовность почти, ну, 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 вы видите, да? Осталось только убрать вот эти канавы от маяков, и, в принципе, все готово. Ну, мне нравится, мне нравится. Единственное, что на туалет ушли целые выходные, это просто жесть. В планах в этом туалете будет умывальная зона с розеткой и выключателем. Дальше здесь вот эта вся конструкция с вентиляцией, с водокоснабжением и коммуникациями и так далее. Хотя у меня жена говорит, давай сделаем здесь душевую кабину. Может быть, поэтому шахта, она пока под вопросом, мы еще точно не решили. Здесь у нас будет находиться унитаз стандартно. Здесь выключатель вентиляции унитаза, и под ним, ну, вот это, где бумага висит, туалетная. Вот. Потолки, конечно же, я опущу, наверное, на высоту распаечных коробок. Потому что зачем тут такие большие, не знаю. А там будут как раз спрятаны все вентиляционные ходы дома и так далее. Все это будет тут проходить внутри. Ну, в общем, интересно все это планируется. Поэтому ожидаем. Скоро, скоро будут подробности. О, я сегодня устал. Я устал. И усталость такая благородная, благодатная. Друзья, я очень рад был поделиться с вами этой информацией. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующую среду, а может быть, даже раньше. Пока. Пока.